Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет видео о моей косметичке в дороге. Мы как раз-таки находимся в дороге, и я решила, ну а что время зря терять? Тем более, я без вас вообще не могу теперь, снимаю везде. В общем, я хочу рассказать о том, что я взяла с собой, и всё мне пригодилось, и в общем-то... Что, Зая? Что такое? Что такое, пусёнь? Ну вот, смой, лазись вот так, с другой стороны. Мамка видео снимает. Ты со мной? Можешь подсказывать, потому что я без тебя никак. Вот, такая вот косметичка, кстати, очень удобная, с фикс прайса, она очень вместительная, и я не пожалела, что её взяла с собой. И у меня ещё для малого отдельно косметичка, это вот моя, которая с Америки заказывала. Она тоже вместительная, но они примерно даже одинаковые по вместительности. Хотя, может быть, нет, малого больше. У неё вот простуда, но это вы уже, наверное, знаете из влога. Итак, что я бы с собой взяла? Естественно, пудру, это вообще незаменимо, потому что здесь зеркало. Зеркало и пудра, естественно. Можно вообще одной пудрой даже обойтись, всё в ней самое необходимое. Вот я решила взять для уходика вата, это обязательно. Я думаю, надо привести себя в порядок. С чего я начала? Очень круто, что вы видели совсем недавно, когда уже я снимала видео, неделю, наверное, назад, две, бьюти-бокс, который мне пришёл, там очень пришло много пробников, и очень-очень их удобно было взять с собой. Я взяла вот такую вот, вот такой вот сислей тоник с собой, и протёрло себе лицо, и буду протирать, естественно, потому что пыль и все дела. Затем вот такие вот пробнички тоже, классно, классно, классно. Помните, что я говорила, что обычно я пользуюсь косметикой какой-то универсальной, и для глаз, и для всего, да? Но когда я знаю, что у меня дома есть что-то специальное для глаз, вот как зажирается быстро человек, да, мне хочется уже воспользоваться чем-то специально для глаз. И вот я вытираю, например, тоником, да, лицо, и думаю, блин, для глаз же у меня есть. Но я не взяла для глаз специальная водичка, я думаю, я тоже показывала, она дома осталась, думаю, ну ладно. Вот такая я стала, да, скоро у меня будет всё отдельно для ресниц, для глаз, для вот этой части лица, для этой, всё отдельно. Воспользовалась вот таким вот кремом, мне он очень понравился. Действительно, его нужно совсем чуть-чуть, даже вот такой вот пробничек, мне кажется, его очень надолго мне хватит. Это под глазки у нас увлажнение. Вот этим кремом я ещё не воспользовалась, потому что я решила, он тоже пробничек, ну вы это увидите всё в этой коробке бокс, если вам интересно. Вы увидите, я там всё подробно рассказываю, что как пахнет, как выглядит, как называется. Я решила в этот раз воспользоваться то, что я заказывала в Фаберлик, блюр-клем, крем-блар или блюр, как правильно его говорится, блюр, блюр-крем. В общем-то мне понравилось, в принципе, лицо, оно сразу стало такое вот нежненькое, потому что я смотрю, что это всё-таки крем, это не тональное или ещё что-то, ну как-то основа она может быть, потому что он реально сравнивает кожу, я думаю, что на неё какой-то биби-крем или тональный крем ляжет ещё круче, ещё раз. Ой! У меня вообще такое ощущение, что ребёнок от того, что у него чешутся зубы, не хочет есть. Нормально это или нет, или мне кажется, или по другой причине он не хочет есть. В общем, буду немножко сниже снимать, надеюсь, я нормально выгляжу в этих дорожных условиях всех. Что-то у меня вообще не выспалось, что ли, или чё? Конечно, да, спать в таких условиях. Так, на чём мы остановились там? На чём? Я уже забыла, на чём мы остановились. А, вот я рассказывала про вот этот вот крем, да? В принципе, мне он понравился, я выровняла так кожу, и самое важное, что у кого жирная кожа, она вообще, мне кажется, идеально подойдёт, потому что она очень хорошо матирует кожу. У меня сама по себе кожа матовая, но он реально матирует даже мою матовую кожу, аж видно. Так, что ещё по уходу мы взяли? Давайте я всё вместе буду, потому что здесь разбирать вообще неудобно. Естественно, красится. Я иду к любимому, я иду к родственникам, и мы должны быть красивыми, да? Поэтому я взяла, естественно, свой скульптинг, потому что, ну как нам, не выделить тени, скулы, чтобы лицо было супер-мега, как у звезды, да? Сейчас я ничего не красила, сейчас у меня чисто уходик за собой. Я взяла вот эту палетку, потому что в моей американской нет, например, вот таких вот цветов, да? Моей любимой палетки, да? Но здесь же есть также коричневый и тёмно-коричневый, как для вечернего макияжа, дневной и вечерний макияж. Поэтому я предпочитаю вот эту палетку брать с собой в дорогу, чтобы сделать любой макияж. Естественно, мой любимый консилер, я их взяла две штуки, вы помните, из влога в Вавилоне. И я им замазала сейчас только прыщики на носу, вот здесь вот, вот здесь вот, всё, больше ничего. Под глазами я им не мазала, под глазами я сделала уход. Я взяла тушь вот эту, потому что мне нравится, что она внутри, она немного суховатая, как будто, и она не наносится так вот жирно, чтобы потом где-нибудь вытирать. То есть её вытирать вообще не нужно будет. И она при этом достаточно и разделяет реснички, и всё. Ну, то есть, как будто она, знаете, немного либо подсохла, либо подзакончилась. Но мне нравится этот эффект. На губах у меня сейчас Фаберлик, вот, номер 6256. Мне нравится такой естественненький, розовенький, приятный оттеночек. Что в моей косметичке делают ножницы для ребёнка? Да, я ему обрезаю ноготочки, они очень быстро растут, у нас такие ножницы с закруглёнными кончиками. И, кстати, такое ощущение, что иногда ему нравится, когда мама стрижет ногти, да? Также я взяла вот этот весь набор по уходу за волосами. Я думаю, что за всё это время, ну, я максимум помою два раза голову. Потому что я её, в принципе, мою не каждый день. Она у меня не так сильно пачкается, да? Тем более, длинные волосы каждый день моете. Ну, и вот здесь у нас шампунь, бальзам, именно вот этой вот Эксперт Эйдж Дефи. И вот это я ещё так и не поняла, что. Но вы наверняка уже мне после влога ответили, что это такое. Также я взяла... Ой, не нанесла ещё. Кстати, вот давайте нанесём красоту эту нашу. Красоту нашу. Лепоту. Ты так смиренно сидишь вообще, прям я радуюсь. Так, также я взяла ещё вот, сейчас сразу скажу. Тоже вот такие, на всякий случай. Это маска, да, у нас есть что? Шампунь, по-моему. Да, шампунь и маска для волос. На случай, если то не хватит. Много места не занимает, да? Ну, тоже крем какой-то. И то, что я в Фаберлик заказывала, я же реснички свои ращу, укрепляю. Это вот эта сыворотка для роста ресниц. Соответственно, я ей пользуюсь. Надо же эффектно понять, вырастут ли наши ресницы. В принципе, всё, что у меня с собой. Я всё показала. Давайте нанесём эти тени, которые я использую как хайлайтер. Пальчиком, вот прям даже. Мне кажется, что он вообще вот как естественный хайлайтер. Потому что в основном хайлайтеры делают с блеском, с свещением таким очень сильным, да? А здесь он небольшой, потому что, скорее всего, не предназначен для хайлайтера. Но он как раз таки вот, видите, такое более-менее здоровое сияние кожи придаёт. Зачем оно мне здесь в поезде нужно, я абсолютно не знаю. Ну, как не знаю. Я же буду вам всё-таки снимать. Нет-нет, периодически. Хочется в кадре быть нормальной. Поэтому вот, поэтому. Но ещё и мужчина со мной рядом едет. Пусть мама будет красива. Он всегда разглядывает меня, трогает своими маленькими ручками. Вот. Поэтому так. Ну всё, по уходу, в принципе, всё, что я с собой взяла. Что я взяла ребёнку? Можно снять отдельное видео. Косметичку. Лекарства и всё. На случай то, что он может заболеть. На случай то, что у него может что-то болеть. Газики и все дела. Могу показать, в принципе. Я, кстати, не знаю, будет ли у меня возможность монтировать всё это видео. Либо я всё это смонтирую уже, когда приеду домой и выложу в YouTube. Так что посмотрим. В общем, рада была поделиться с вами своей косметичкой. Надеюсь, что-то было полезное. Если вы что-то берёте ещё с собой, пишите мне в комментарии. В общем, там пообщаемся. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока! Вот самое интересное, что мой ребёнок всегда засыпает под мои видео. Если он до этого не спал. Если я не начала снимать тогда, когда он спал, то он проснётся. А если он лёг и слушает, как я рассказывала, он всё, пожалуйста, ребёнок спит. Крепким сном. У мамы голос усыпляющий, что ли? Или что? Я не могу понять. Вам не кажется, что мои губы кажутся такими большими из-за того, что простуда вскочила? Не то, что большими, а ещё больше, чем были. Вот здесь отчётливо видно, что мои корни не взялись серым цветом. Да? Так печально вообще. Неужели палет вот такой вот не берёт пигмент палет? Я в шоке. Но это же не краска, я понимаю, если мы красимся тёмной краской. И она не берёт там светлую или ещё что-то. Ну, мне же не нужно было даже высветлять. Мне просто нужна была тонировка. И что, она даже тонировку не берёт? Я в шоке вообще. Это я больше палетом вообще никогда не буду пользоваться тогда. Зачем сделали такую краску? Ладно, всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok